Добрый день, вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии працу Александр Гамоля и сегодня у выпуску. Развитие сферы платных послух обмерковали сегодня на посяжении Гомельского гарвы Конкама. Огульногородская акция по сбору макулатуры протягивается у областным центры. Люди с необмежованными макчимостями. Областная Спартакеяда, Перадолей-Сябе, отбылась на стадионе Промень. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Сегодня у Гомеля отбылось опоседжение городского выконавчего комитета по пытаниях развития сферы платных послух насельництва. Как отзнаши у старшиня Гарвы Конкама Петр Кирыченко, активное развитие сферы послух – огульно-сусветная тенденция, протремливается какой повинен и Гомель. У особных краинах у валовым продукциях гэты сегмент экономики досягая 70%. Упевненный рост опошний некольких годов означается и у нашим областным центры. Зараз Гомель – другий, пасля Минска по объеме оказания платных послух. У городе наличивается больше, как 2000 объектов, які оказывают, прикладно, полсотни видов послух. Найбольшую отдельную вагу гэты структуры займает сектор жилево-коммунальных послух. Так само активно развиваются цырульни, салоны-прыгажості и ателье. Яшы одна с тенденцией – рост приватной инициативы и одночасово заявление новых видов послух. Ставка будзе зроблена на повышение якості и установление доступных для насельництва цен. Стремиться есть куда, расти нам необходимо для того, чтобы не только выполнять социальные стандарты, но и максимально услуги приблизить к населению, в том числе и в районах новостройки. На сегодняшний день мы видим с вами очень много интересных объектов – и ателье, и СПА-услуг, и новых каких-то направлений в развитии общественного питания. Поэтому в этом направлении, я так думаю, что нам еще предстоит работать для того, чтобы удовлетворять потребности жителей нашего города. Субботние телефонные линии мясовых органов Улады протягивают свою работу. Завтра же хары региона смогут звернуться с пытаниями до старшиней областного совета депутатов Олега Леонидовича Борисенке. Звонки принимаются по номеру телефона у Гомели 75-12-37, с 9-ти к 1 ранец и до 12-ти. Огэта шанс на пытание Гомельчан откажет старшиня городского совета депутатов Ивана Фанасьевич Бородинчик. Номер телефона 75-19-84. Огольная городская акция по сбору макулатуры стартовала у Гомели. Она протягнется до конца Кастрышника. Як поудельничать у этой акции с корыстью для себя и природы, высадляла наш корреспондент Вероника Ворошилина. Притягнуть увагу насильництва до проблем раздельного сбора сметей и захования лесного фонду, головные мэты акции по сбору макулатуры, а ка зараз проходят у областным центры. Коммунально-унитарное предприемство «Спецкоммунтран» сегодня наибольшу буйное на Гомельчане и одно из лидирующих в Украине по сбору и перепроцессу твердых бытовых отходов. Дарыш и треть за усягого этого сметя займае миновита макулатура. Что год только предприемство «Спецкоммунтранс» ее сбираю и перепрацовываю в середнем больше, как 5000 тонн. Одна тонна собранной макулатуры позволяет сэкономить более 1000 кВт электрической энергии, более 200 кубических метров воды. А также самое главное, наверное, то, что сберечь от вырубки более 15 тиремьев. С початку собранная предприемством «Спецкоммунтрансмакулатура» привозится на экспериментальный сортовальный биомеханичный завод бытовых другостных ресурсов. Тут она проходит процесс сортования, прессования в специальные блоки, а затем отправляется на перепроцовавшие предприемства «Голины». После таких манипуляций до этой непотребной смети отримливает другое житё, перетворяется у запотребованной сиротно-сельництва выробы. Межтым отримать реальный прибыток от сдачи макулатуры может кожный. На данный момент один килограмм макулатуры стоит полторы тысячи недзиноминированных рублей или 15 копеек. То есть это довольно неплохое экономическое поспорье. Это стоит, например, даже ребенку, чтобы он заработал свои первые карманные деньги. У свою чергу в установах адукации нашего региона информацию об тем, как перетворить отходы у доходы, а главное заховать природе житё, детям рассказывают с самого раннего взрослого. Например, в середней школе номер 19 города Гомеля это делают и наставники и в ушни старейших классов. Они наглядно показывают детям, что можно зарабить с другостной сыровины и займаются с ними подобной творческой справой на додатковых занятках. Махчима, минавито тому, в ушни молодших классах за все дотрапляют улик лидеров внутри школьного конкурса по сбору макулатуры. Все бумажечки, все, что у нас остается после уроков труда, мы все это отправляем в макулатуру. Дома они делают то же самое, все исписанные раскраски, все, что им не нужно, все они складывают в пакеты и приносят, все сдают в макулатуру. Гомельская средняя школа номер 19 за все дакты у напрямую дел у агульно-городской акции по сбору макулатуры, что год тут сбирают каля 30 тонн этой другостной сыровины. Два годы тому школа наводстала пера мужца и агульно-городской акции у своей номинации. Такий поспех был досягнутый с уместными силами наставников, ученев и батьков. Поощряются победители, во-первых, поощряются, прежде всего, классные руководители, потому что на их плечах данный вид сбора. Поощряются родители дипломами, грамотами в конце учебного года. Ну и, конечно, поощряются классы, которые собрали больше всех в макулатуры за учебный год. Принять удел у Гомельской агульно-городской акции по сбору макулатуры может каждый, жадающий, для этого необходимо принести ответственное непотребное смете в ближайший для вас стационарный пункт приема. Так само с 8 до 17 годин можно выкликать по номерах телефонов, которые вы сейчас видите на своих экранах, пересованный приемный пункт до вашего дома. В таким выводку вага макулатуры должна быть не меньше, чем 10 килограммов. Не варто забывать и проводить самый простой способ индивидуального удела в заховании природных богатств, в контейнерах, признашенных для раздельного сбора смете. Вероника Варашилина, Валера Игапанько, Пелерадоя, Компания «Гомель». 9-го кастричника вспомнился 20-х годов снял творение подразделения по наркоконтролю с упродзеянием гандлю людьми. С этой нагоды во Управлении внутренних справ Гомельского облвыконкам отбылся урочистый сход. Основная задача работы подразделения – боротьба за распаусюдживанием наркомании в Беларуси. Она выращается довольно эффективно. У гэтым годзе заховывается становчая динамика по стабилизации ситуации. Так, у вынеку принятых практичных мер у Беларуси выявлено больше за 4500 наркозлочинствов. У нашем регионе за 9 месяцев года по материалах Управлении узбуджено больше, как тысяча криминальных справ. С их, со сбытом наркотичных сродков, связано больше, как 330. С пыненадеянность – 11 интернет-магазинов по продаже наркотиков. Огульная вага конфискованных речевов – свыше 40 килограммов. Сегодня мы отмечаем 20-летний юбилей службы Управления по наркоконтролю и противодействию торговыми людьми. К данной дате мы подошли, имея неплохие статистические результаты в борьбе с преступностью. Уважаемые коллеги, от всей души поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов на работе и всего-всего самого наилучшего. Подчас урожистых асходов с упрацовником, які найбольше вызначилися у службе, уручены гоноровые нагрудные знаки, грамоты и падяги от местовых уладов, управления и Министерства внутренних справ. Об спорте. Спартакеада сяродынвалидов под назвой «Пераадолей-Сябе» отбылась на стадионе «Промень». Все летнее споборнество – юбилейное, 10-е по лику. Спартакеада собрала больше, как 100 спортсменов из усяго региона. В программе споборнества по дарце, настольном теннисе, шашках и шахматах. А так само бег и гонки на инвалидных колясках. Тут спортсмены змагались за «Перамогу» на дистанциях 60, 200 и 400 метров. Сярод мужчин безумовным фаворитом стал проставник Брагинского района Алексей Бялега. И он «Перамог» на усіх трёх дистанциях. Оказался, что Алексей – универсал. И только гонками на колясках его интересы не обмежаваны. Нашёл я его, привлёк в гонках на колясках. Сейчас будем тренировать его в теннис. Нашли уже тренера. Стрелять будет, да, разбрасает. Добрым мотиватором протягивать тренировки, мкнуться до новых перемог для гэтых спортсменов з'является у темлику и удалое выступление беларусов на минулой паралимпиаде у Рео-де-Жанейро. У темлику и гамельчанина Владимира Изотова. Талантов хапая, а значить будут си выники. Спорт – это возможность показать себя не только в районе, в области, в республике. И есть возможность попасть на паралимпийский. Есть ребята очень молоденькие, которым сегодня 12-14 лет. Я думаю, лет через 10 они покажут себя. Максим Савин, Игорь Маришенко, телерадио-компания «Гомель». ГТ и иншие новини вы можете найти на нашем сайте у интернеті по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамуля. Добрых вам новинов и саджите за эфиром.